Здравствуй, дорогая семья Света! Прошел 2016 год, и в 2017 году вы уже почувствовали, что энергетика между этими годами очень отличается. Здесь не до баловства в 2017 году, не до раскачивания, здесь нужно конкретно действовать. Сегодня я вам зачитаю обращение к человечеству Галактической Федерации Света от 27 декабря 2016 года. Дорогие наши братья и сестры, сегодня мы обращаемся к вам как к самым дорогим и близким нам существам, которые могут попасть в виду и которым нам очень хочется помочь. Но сначала мы расскажем вам, что происходит сейчас с вашей планетой. Это поможет вам осознать сложившуюся ситуацию не с позиции обычного земного человека, а посмотреть на все глазами обитателя Галактики, Вселенной или, другими словами, пробудившегося Божественного Создания. Начнем с того, что планета Земля, которой отводилась уникальная роль в жизни Вселенной, задумывалась как Божественная Лаборатория по созданию удивительных существ Бога-людей. Они призваны были показать пример другим цивилизациям, какой прекрасной может быть жизнь, если в основе ее лежит любовь. И в начале этот эксперимент был весьма успешным. Отголоски этого чудесного времени можно найти в ваших сказках, легендах, преданиях и даже археологических находках. Но все было настолько хорошо и безоблачно, что люди потеряли бдительность и невольно допустили внедрение в свою жизнь чужеродных программ враждебных им цивилизаций, которые постепенно разрушили царившую на Земле идиллию и повернули сознание людей в сторону дуальности. То есть привнесли на Землю в кавычках микроб разделения, которые все больше и больше разъедал человеческое общество, приводя к бедам и страданиям, революциям и войнам. Все шло по нарастающей. Враждебные вам техногенные цивилизации привносили на Землю не только меняющие ваше сознание программы, но и передовые технологии, которые стали использоваться людьми для уничтожения друг друга. И постепенно эта разрастающаяся масса зла на Земле достигла той критической отметки, когда ваша планета, чтобы не погибнуть, вынуждена была принять ответные меры, в чем они заключаются. Запустился процесс ее самоочищения, который проявляется в виде природных и техногенных катастроф, перераспределения водных и воздушных масс, что приводит к изменению климата, появлению новых, неизвестных вам болезней, которые уносят жизни миллионов людей. Как это ни грустно, но и болезни людей тоже связаны с самоочищением планеты, поскольку любая болезнь является следствием, накопившейся в человеке негативной энергии, которая отравляет и загрязняет ауру вашей планеты. К сожалению, люди забыли, что они боги и лишь силой своей мысли способны излечить себя и повернуть жизнь свою по любому сценарию. Они уподобились марионеткам, которыми умело управляет кучка одержимых жаждой наживы представителей темных сил, захвативших власть на земле, которые столько веков безнаказанно упиваются своим всемогуществом и вседозволенностью. И вот теперь все силы Вселенной брошены на спасение вашей красавицы планеты, все высокоразвитые цивилизации призваны, были Творцом нашим объединиться и подтянуть Землю до своего уровня, то есть помочь ей перейти в Пятое измерение, сбросив налипший на нее балласт трехмерности. Как это происходит на практике? Все светлые силы, включая вашу галактическую семью, начали менять энергетический фон вашей планеты, напитывая ее божественной энергией самых высоких вибраций. Благодаря этому она стала постепенно подниматься, переходить в иную реальность. То же самое происходит и с вами, дорогие наши. Все светлые души, обитающие на Земле, тоже меняют свои вибрации, что позволяет им подниматься вместе с Землей. Всех, кто резонирует с ее новыми энергиями, она невольно утягивает за собой. И нам отрадно видеть, что таких душ становится все больше и больше. Но поскольку огромное количество людей на Земле не способно еще понять и принять новые реалии, уготованные в вашей планете, в нашей галактике, ведутся сейчас большие работы по подготовке, в кавычках, запасных планет, обитания для душ, не закончивших еще свой цикл пребывания в трехмерном мире. Почему произошло такое расслоение? Почему не совпадают циклы развития Земли и всех ее обитателей? Это объясняется разнообразием происхождения душ, находящихся сейчас на вашей планете. Слишком многим из них захотелось пройти уникальный опыт проживания на планете Земля, которая вобрала в себя все, что существует во Вселенной, и где возможности для развития души поистине безграничны. Она может упасть до полной своей деградации, но может и возвыситься до уровня богочеловека. Именно поэтому и является она столь желанной для многих и многих душ самых разных планет и самых разных плотностей. Именно поэтому и вы все такие разные, от святых до великих грешников, но которые с легкостью могут поменяться местами в этой уникальной школе обучения душ под названием Земля. А теперь вернемся к тому, что ждет вас в ближайшее время. Никто не может предсказать вам точного развития событий, поскольку слишком много факторов влияет на них. И очень многое зависит от вас, от того, как поведете себя, вы в столь ответственны для вашей Земли и для вас самих момент. Поддадитесь вы панике и страху перед неизвестностью или осознанно и с полной ответственностью поддержите вашу планету всей любовью и всеми высокими вибрациями, что поможет ей войти в Пятое измерение с наименьшими людскими потерями и спасет от гибели вас самих. И мы хорошо знаем, что для многих из вас самое трудное в столь короткое время полностью перестроить свое сознание, избавиться от привычных понятий и устоявшихся стереотипов. Но, к счастью, на Земле уже много людей, осведомленных о кардинальных изменениях, происходящих на вашей планете, кто давно уже идет в ногу с Землей и кто готов поделиться с вами своими знаниями и опытом. И именно эти люди являются нашими первыми помощниками на Земле, теми глашатаями новой жизни, которые поведут за собой остальных. И мы верим, дорогие наши братья и сестры, что объединив наши усилия, мы сможем помочь вашей красавице Земле перейти в Пятое измерение вместе с любимыми ее детьми и наименьшими потерями и вместе строить новую жизнь на обновленной Земле. Любящие вас, представители Галактической Федерации Света, говорили с вами. Приняла Марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова